Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Ваша фамилия и имя? Дороглив Толег Галилович. Что месяц год вашего рождения? 1908-1924-1921. Где вы родились? В город Ногинск. Постоянно зарегистрированы где? Тоже в город Ногинск. В Ногинске? Да. Адрес точно какой? Улица Рабочий, 928. Это поселок там какой-то, да, как правильно творится? Да нет, в город. В город Ногинск? Да. А не судимо? Нет. Не судимо? Нет. Работаете? Нет. Семейное положение? Это же лично. Дети имеете? Да. Вором в законе являетесь? Вором. Вором являетесь. А вот вас сегодня задержали в ресторане, наш двор, сотрудники полиции. В связи с чем? Ну, было дело. Ну, заехал с друзьям прикусить, поужинать. Поужинали? Ну, не спели. У вас что-то изъяли там, что-то досматривали у вас? Ну, что-то было, я не знаю, я бы не помню. Что-то понятно. Наколки имеете на теле? Нет. Не имеете. А являетесь гражданином Российской Федерации, правильно? Фамилия, имя, отчество? Догрев Талек Горьгорьевич. Число месяц, год рождения? 1983-2024-2011. Где родились? В Угожоп-Ногинск. Постоянно где зарегистрированы? Здесь же на Нагинск. Адрес точно. Лиц рабочий 928. Фактически где проживаете? Там же, в Калек-Надресу. Ранее привлекались к уголовной ответственности? Нет. Лицом категории «Вор закон» на себя относится? Гор. Уголовное прозвище? Нет. Представьтесь, фамилия, имя, отчество? Догрев Талек Горьгорьевич. Число месяц, год рождения? 1989-2024-2011. Где зарегистрированы? В городе Нагинск. Адрес полностью? Адрес. Нагинск район, улица Рабочий, 928. Где проживаете? Там же. Ранее судимы? Нет. Цель приезда в Украину? У нас свадьба. В дворовом законе выявляетесь? Да. Я его вот так. Представьтесь, фамилия. Догрев Талек Горьгорьевич. Громче. Догрев Талек Горьгорьевич. Тата рождения? 1983-2024-2011. Место рождения? Город Баку. Место регистрации? Нагинский район, Московская область. Место жительства в данный момент? Там же практически. Здесь что делаете? На лечение приехал. Являетесь криминальным авторидетом? Я не понимаю никаких авторитетов криминалов. Являетесь в ромозаконе? Я от этих далек, я не знаю. Согласно сети интернет, есть несколько видео, где вы говорите, что в ромозаконе. Не знаете? Не знаю, что там говорят. Вы говорите? Не знаю, что там говорят. Ранее судимы? Да. Сколько раз? Один раз. Статья? 328-я. Когда освободились? 19 в марте. Когда? Вор в законе Толик Нагинский задержан с героином в Минводах. Как стало известно про им краем, 14 сентября 2021 года, в Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего вора в законе Толеха Даглиева, более известного как Толик Нагинский, по обвинению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Даглиев был задержан в Минеральных водах, куда, по его словам, приехал на лечение в минувшую пятницу. При личном досмотре у него была обнаружена и изъята крупная доза героина. На вопрос оперативников о принадлежности к ворам в законе, Толик ответил, что от них далек. Сегодня суд изберет задержанному меру пресечения. Если вина Даглиева будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. А теперь давайте коротко пробежимся по биографии вора в законе Толика Нагинского. Вор в законе Толик Нагинский. Толех Даглиев долгое время не был замечен силовиками в криминальной деятельности. У него имелись кое-какие приводы в милицию, но никогда до суда дело не доходило. Все изменилось после коронации его в качестве вора в законе. После этого криминальный авторитет попал на заметку оперативникам, как один из лидеров преступной среды. Толик Нагинский. Азербайджанец Толех Даглиев родился 24 ноября 1983 года в поселке городского типа Маштага, который располагается недалеко от Баку. Но в конечном итоге судьба привела его в город Нагинск Московской области, где он быстро завоевал уважение своих земляков. Крепкий парень с воровскими замашками стал в городе положенцем, выполняя роль третейского судьи. Неудивительно, что Толик Нагинский, как уже успели прозвать Толеха Даглиева, вскоре стал и стремящимся к воровской короне. Коронация Даглиева состоялась 11 сентября 2014 года в Турции. Вместе с ним на той значимой сходке получили воровские титулы Максим Новиков «Пионер» и Владислав Грачев «Шарап». Что примечательно, свои короны авторитеты получили от влиятельных законников, в числе которых были Владимир Баркалов, Блондин, Алексей Забавин, Забава, Георгий Сорокин, Жора Ташкентский, Надир Салифов, Лоту Гули, Владимир Жураковский, Вова Пухлый, Андрей Таркунов, Турок, Олег Пирогов, Циркач, Намик Салифов, Никот Гебуадзе, Ника Гагринский и Мирабем Зарилуа, Дуяки. Впрочем, Шарап недолго проносил свой титул и уже 5 марта 2015 года был не признан теми же ворами, которые его и короновали. Вместе с ними за лишение Шарапа воровского статуса выступил и Толех Даглиев. После обретения высшего криминального титула у Толи Канагинского начинают происходить нелады с законом. 30 декабря 2014 года он впервые пообщался с полицейскими, уже в статусе вора. Беседа происходила после задержания Даглиева. Предупредив законника, чтобы он сильно не проявлял активность в криминальном мире, его отпустили. Зато уже в следующий раз, 16 апреля 2015 года, оперативники найдут у вора американский пистолет. Экспертиза подтвердила, что оружие является боевым, и Даглиев был осужден на один год условного срока. Потеря и восстановление имени. В июле 2016 года Толика Нагинского не пустили на территорию Украины, куда он прилетел на самолете. Как объяснял полицейским сам законник, сюда он прибыл на свадьбу. Но данный факт не повлиял на решение полицейских, и его выпроводили из страны, посадив в самолет, следующий в Минск. В сентябре 2016 года Даглиев попался с наркотиками в московском ресторане «Наш двор». Вора сразу же определили на время суда, в СИЗО «Матросская тишина». Здесь уже находился Сергей Асатрян, Аситрина-младший, который отказался воспринимать Даглиева как вора в законе. Этому предшествовал серьезный конфликт между ними. Асатрян узнал у сидевших в блатных, что Толик пользуется неслыханными благами в СИЗО, в то время, как порядочные арестанты томятся в карцерах и не могут позволить себе чай и сигареты. Аситрина-младший, свободно перемещающийся по изолятору, пришел к камере Даглиева и попросил того выйти на разговор. Толик ответил, что не может этого сделать, так как камера закрыта. Тогда находившийся рядом тюремщик открыл камеру, и Асатрян повторил свою просьбу. Но Толик Ногинский не пошевелился. Аситрина сам зашел в камеру и начал оскорблять Даглиева, говоря при этом, что тот не вор. Только подоспевший к месту конфликта вор, Шалвахонский смог утихомирить Асатряна и увезти его из камеры. Так, с подачи Сергея Асатряна, Толик Ногинский не был признан вором. Впрочем, после вынесения Толику приговора, в три года колония общего режима, и прибытие его в ростовскую ИК-10, титул Даглиеву был возвращен. В 2018 году Толик Ногинский почтил своим вниманием и знаменитый Владимирский Централ, куда был переведен из ростовской колонии. Отсюда он и освободился 28 марта 2019 года. По некоторым данным, Даглиев Толех Гарибхан Аглы имеет серьезную поддержку в лице влиятельных авторитетов, и вполне успешно выполняет функции смотрящего по Ногинску, как задерживали вора в законе Толика Ногинского. 27 сентября 2016 года криминального авторитета Толика Ногинского задержали в ресторане за хранение наркотиков. В Москве в одном из ресторанов на улице 1905 года был задержан вор в законе Толех Даглиев, имеющий в криминальном мире прозвище Толик Ногинский. Его задержание провели в ходе работы по выявлению и пресечению лидеров преступных группировок. 33-летний криминальный авторитет является лидером этнической АПГ, как сообщили в пресс-центре МВД. У Толика Ногинского, уроженца Закавказья, оперативники изъяли сверток с веществом, которое экспертиза выявила как наркотическое средство. В отношении вора в законе заведено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков». Кстати, в прошлом году Даглиева уже судили за незаконное хранение оружия и приговорили к одному году лишения свободы условно. Толик Ногинский был коронован 11 сентября 2014 года в Турции. Его крестником выступил вор в законе Владимир Баркалов, известный как Блондин, а выдвинут Ногинский был самим Забавой, который является достаточно влиятельным человеком в криминальном мире. На той памятной сходке также были коронованы Влад Шарап и печально известный Макс Пионер из Пензы. Далее 6 марта 2017 года вор в законе Толик Ногинский получил приговор. Вор в законе Толик Даглиев, Толик Ногинский, в минувшую пятницу был приговорен в Пресненском райсуде Москвы к трём годам колонии. 33-летний вор в законе был задержан 28 сентября 2016 года в одном из столичных ресторанов, при нём были найдены наркотические вещества. Так как он уже находился на заметке за незаконное хранение оружия, Даглиева поместили под арест. Теперь, изучив все обстоятельства, судья вынес приговор. Толик Ногинский является одним из молодых воров, подход к которому был сделан в 2014 году. По информации источников, заинтересованным в данном кандидате на воровской титул был лично Алексей Забавин, Забава. В следующем году Толик Даглиев был задержан в Ногинске с боевым пистолетом. Когда начались судебные слушания, уже стало понятно, что вор в законе останется на свободе, так как местные судебные инстанции всегда приговаривали воров, в основном к условным наказаниям. Такими мягкими сроками удостаивались в своё время Жора Ташкентский, Забава и Вадик Краснодарский. В 2015 году настал черёд, и Толика Ногинского получить здесь условное наказание, которое исчислялось всего одним годом. В июле 2016 года Толеха Даглиева не впустили на Украину, куда он приехал на свадьбу. Его тут же в Киевском аэропорту припроводили к ближайшему рейсу на Минск, показав таким образом, что пребывание его персоны здесь нежелательно. По информации источников, Даглиев всё-таки совершил своё турне по Украине, Белоруссии и Азербайджану, где пытался наладить транзит наркотиков. Продолжение следует...